добрый день друзья все мы с вами знаем такой термин сталинский ампир сталинский ампир это вот та культура культура домов различных зданий украшения внутри снаружи которая происходила во времена сталина такая торжественная с вензелями со всеми этими моментами и вы знаете в очередной раз я понимаю что из-за языка из-за неправильного использования языка из-за вообще использование иностранных слов мы неправильно понимаем собственную историю здесь момент вот какой я вам уже давно говорил о том что в герман что в греческом языке не существует звука и буквы б ну точнее буква не существует там только буква вита а звук возможно при каких-то необходимых моментах и должен был бы существовать как выходили греки из этого сложного положения они заменяли букву б которые не существовало у них сочетанию двух букв мил и пи получалось mp если звуками и получалось что мы с вами стали свидетелями огромного количества слов которые произносятся сейчас по буквам как империя император имперский вот это имп м п м п которые сдвоенные звучание нам дает она обозначает на самом деле звук б и читать нужно иберия иберский ибераторский и мы с вами понимаем что такое перед нами под словом империя скрыто есть кавказская иберия есть сегодняшняя иберия это испания есть еще куча различных иберий и иберия это страна иберов или и веров раньше раньше во многих справочных материалах которые были доступны в сети часто упоминался можно было найти расшифровки что такое иберия и верия и тому подобное это страна а сегодня эти статьи уже трудно досягаемые я просто по памяти уже их скажем так использую и вот что интересно эти самые империи которые нам рассказывают что было римская империя что было там голландской империи английской империи еще какая-то империя на самом деле являлись странами иберии странами иберии и становились они таковыми только тогда когда власть в этих странах получали захватывали точнее различные ибераторы они и превращали различные государства в одни и те же религиозные свои государственные образования которые назывались ибериями а сами они становились ибераторами главами иберского народа на этой самой завоеванные территории в россии при совершении государственного переворота который мы сегодня называем революции 1917 года проходило то же самое то же самое пришли товарищи из-за черты оседлости которых раньше не было на нашей территории и в 1917 году они устроили здесь кровавый военный государственный переворот и поставили полностью свою власть об этом говорил еще лет 10-15 тому назад и президента россии он говорил что процент товарищей в властных структурах того времени он был по моему до 90 или даже выше естественно и сталин был из товарищей вы сами знаете по его происхождению из кого он был он был из кавказской иберии но сам он был тем самым иберийцем который сегодня мог бы спокойно получить гражданство на ближнем востоке по своему происхождению и естественно когда сталин здесь делал свое государство он устраивал здесь религиозное государство ошибочно считать что в советском ошибочно считать что в советском союзе не было религии она была но она была только для иберийцев для простых граждан религии не было два слова почему потому что руководящий состав тот кто руководил всей этой толпой советских граждан условно конечно толпой и считал их своими рабами он имел свою религию иберийскую ветхозаветную религию как и всегда имел имеет и наверное будет иметь но для своих вот тех рабов советского периода работников рабочих это один и тот же корень этот самый властный пласт он решил что христианство он пока делать не будет на первом этапе до великой отечественной войны а эти рабы обойдутся и без религии поэтому религия в стране была но она была только для правящего класса а после великой отечественной войны ввели и христианство для уже тех самых остальных людей которые постепенно стали погружаться вот в эту религиозную пучину и что я в этом фильме хотел вам специально сказать на чем заострить внимание как раз на моменте того что именно в сталинское время вдруг начал формироваться стиль сталинский ампир то есть сталинский иберский стиль имперский стиль сталин себя возомнил императором потому что он был ибератором и он стал формировать вот этот помпезный стиль для своей иберии чтобы показать величие иберии тире империи вот откуда все это произошло все его великолепие поскольку он занимался оккультуриванием иберии империи страны своих ибериев ибераторов иберийцев то он опирался на рабовладение теми людьми которые составляли здесь советское гражданское общество и он демонстрировал всем остальным всему миру какая у него хорошая империя иберия и стиль это подчеркивал это богатство богатство построенное на угнетение рабов и народа работников когда нам говорят что империи были в прошлом то возникает вопрос именно по этим стилем и нам иногда толкователи иберийского имперского иберского стиля сталина говорят что он унаследовал откуда-то оттуда что-то привнес свое на самом деле все это формировалось именно в те времена во времена первой половины двадцатого века и все империи иберии сформировались в это время и римская и все остальные почему потому что и религия на основе которой они формировались эти империи иберии она тоже вышла в свет только в начале двадцатого века причем сначала вышла в свет новозаветная часть а уже в 30-х годах вышла в свет ветхозаветная часть и потом на основе этой ветхозаветной части был сформирован ближневосточный государственный кишлатский объект который сегодня воюет с палестиной вот такой моментик отсюда и растут ноги имперского стиля в архитектуре и вообще товарища стальна который сам и был императором ибератором и верцом наша объективная реальность это компьютерная игра прежде наша жизнь протекала в виртуальной фазе и мы почти полностью находились внутри гигантского компьютера под названием земля программа игры делала что хотела поэтому различные моменты истории не коррелируют друг с другом в 1531 году мартина лютер и другие запустили распечатку нашей реальности в вещество стали возникать физически материальные объекты люди территории города и другое распечатка шла 422 года на протяжении этих лет мы продолжали свою жизнь но одновременно существовали и уменьшающаяся виртуальность и увеличивающаяся материальность к 1953 году она была в основном закончена мир стал почти полностью материальным звезда это мужская ипостась когда звезда падает на землю то происходит оплодотворение земли новыми смыслами а то что осталось от звезд это кремли древние крепости в виде звезды проекции звезд современные попытка повлиять на программирование город это единица переселения заселение земли шло городами в наше время уже не идет в конце ренессанса 1631 год климат стал наиболее холодным случился пик малого ледникового периода похолодание было вызвано тем что в это время шла материализации городов людей и прочего поэтому и падали температуры название всех городов и рек образованы от имен героев главного мифа это результат распечатки все названия давались автоматически по месту распечатки в наше время название топонимов формируются из событий генерируемых человеком что более реально сложно сказать для мира информации тела это иллюзия из событий 3d мира более реальным является распечатанный 3d мир столица каждого государства это стол престол столовая гора это то место где материализовалась это государство москва такая столица поэтому ее называют первопрестольной столице световая форма жизни материализуется в наш мир одевает нас как свое тело через москву материализуется душа для всей земли когда человек идет в воплощение это тоже происходит через москву первоначальные события истории происходили в царь граде он та самая белая гора которую создала уточка главного мифа такие преобразования возможны в 11 д но не в 3d это белая гора остров балчук то есть белый а море океан та самая река ра на которой первоначально прилетела уточка это море под москвой теперь москва плавает на острове посреди этого моря которое оказалось под городом сварок это олицетворение этого острова то есть белого камня балчуга а перу это тот кто первым вышел на поверхность балчуга первоначально у . приводнилась в том месте где сегодня стоит памятник петру первому то есть памятник первой птицы причистинская набережная напротив памятника это то самое место сам остров балчук это исток сварога вторая точка место где сегодня храм христа спасителя раньше на этом месте стоял памятник перу ну третья точка дом алябьева дом лебедя той самой уточки и боровицкий холм чье название образовано от слова бора этот центр собора города четвертая точка от манежа то есть от могилы мессии по кутафьевскому мосту в кремль пятая точка из кремля через красную площадь в китай город шестая точка таганка седьмая швивая горка восьмая повелецкая девятая серпуховская десятая парк культуры то есть райский сад одиннадцатая киевская киевская то есть черная русь двенадцатая точка белорусская то есть белая русь тринадцатая точка марьяна роща то есть кладбище место смерти 14 точка красносельская и электрозаводская время электрического бога пятнадцатая точка площадь ильича и авиамоторная время революции и авиации шестнадцатая точка волгоградский проспект время великой отечественной войны семнадцатая точка автозаводская и зил время советского союза восемнадцатая точка крымская сегодняшний день направлении на юг девятнадцатая точка будущее через ленинский проспект сколково 7 первых богов которые сотворили наш мир это первый ра второе волыня третий уточка четвертый сварок пятый лада шестой русалка рось седьмой перун это семь столпов созданного ими мира семь его холмов на этих семи холмах стоит русь этим семи богам возведены сталинские высотки все высотки были сданы в эксплуатацию парами по две высотки первая высотка жилой дом на котельнической набережной высота ее сто семьдесят шесть метров была возведена с 1948 года по 1952 год посвящена богу ра здесь размещен тот самый котел таган в котором располагается река ра отсюда название местности таганская эта высотка единственная которая находится по отношению к другим за рекой яуза в исторической местности за яузье ныне это таганка такое расположение высотки показывает что она находясь в положении из-за реки является началом новым для этой местности иностранным вторая высотка высотные здания на площади красных ворот сто тридцать восемь метров 1947 года начало постройки и 1952 года окончание постройки посвящена супруге бога ра красные девицы волыния красные ворота символизируют влагалище или устье первая пара высоток ра плюс волыня построенных 1952 году запустила процесс окончательной материализации нашего мира два генератора в виде этих двух высоток стали создавать наш материальный мир путем волновых процессов ра это наполнение волны то есть информация образы алгоритмы смыслы а волыня это та самая несущая волна которая распространяет смыслы ра держит их в себе транслирует их и так далее передают Третья высотка главные здания МГУ 240 метров 1949-1953 годы посвящено уточке это здание находится на правом берегу реки Москва где стоит и гостиница Украина территория направленная к МГУ сильно вдается в реку изгибая ее в виде утиного клюва вся топографическая картинка говорит о том что уточка как бы ныряет в Москву реку и достает с того света землю Третья высотка единственная чья форма четко обозначает структуру инфериометровых волн горизонтальный разрез здания показывает что оно имеет две чаши крылья здания выполненные в виде смыкающихся периодов волны и центральную часть выполненную в виде узла этой волны узел это то место где два столкнувшихся периода волны создают зону высокой плотности и тем самым переводят вещество из жидкого состояния в твердое это и есть генерация той деятельности которую произвела уточка ведь она сбила творожный остров балчуг из молока молочной реки москвы время строительства Третьей высотки 1953 год располагается между временем создание первой пары Ра и Волыня построенных к 1952 году и второй пары сварок и лада построенных 1953-1954 годам это ковш который развивался уже из той самой утицы которая породила наш мир а дальше идет разработка образа той самой утки вот она в виде такой лебеди где уже ее тело заменено хрусталем всевозможных корон четвертая высотка жилой дом на Кудринской площади 156 метров 1948-1954 годов постройки это храм сварога кудри это волна символизирующая уже не столько процесс сбивания творожной суши из молока сколько затвердение волны это подобие пенопласта когда материал состоящий из застывших волновых структур пузырьков становится твердым и это та самая физическая концепция современного мира которая построена на атомах волновой электрон движется вокруг ядра и таким образом получаются все вещества материального мира сварог это концепция то есть совокупность алгоритмов физических сил и процессов которые описывают строение вещества изнутри то есть формируют описание того каким образом информация складывается в алгоритмы более высоких порядков приводящие к появлению твердых структур пятое точка здание министерства иностранных дел российской федерации сто семьдесят два метра тысяча девятьсот сорок восьмого пятьдесят третьего годов постройки посвящено богине ладе это высотка олицетворяет собой переход туда за пределы старого света в новый мир весь остальной мир лада это богородица и прародительница людей всего мира она выдает форму из того наполнения которые сформировали алгоритмы сварога если сварог это алгоритм внутреннего строения вещества то лада это матрица печати вещество в форме материальных объектов именно поэтому лада с одной стороны является и прародительницей богов то есть алгоритмов самого процесса печати алгоритмов форм алгоритмов самой материи с другой стороны она является прародительницей всех людей как специфических алгоритмов работающих на использовании всех предыдущих допустим чтобы распечатать сферическую голову человека необходимо за формой сферы обратиться к соответствующему богу алгоритму генерации формы сферы шестая высотка гостиница ленинградская 136 метров 49-54 годов постройки посвящена русалке роси вторая и шестая высотки волыня и русалка роси расположены рядом на северо-востоке композиции это женская территория москвы гостиница ленинградская названа так по советскому имени города санкт-петербург который построен в честь русалки роси но также имя высотки дано и по распространенной в те годы кличке ульянова ленин которая обозначает спящую красавицу елену именно она находясь в спящем состоянии будучи усопшей смогла родить дочь по имени сатана богиня весны которая и стала прародительницей всего остального нашего материального мира седьмая высотка гостиница украина 206 метров 1953 57 годов постройки она посвящена она посвящена богу первому перуну семантика такова украина это киев а персонаж по имени кий это перун поэтому на гербе современного киева размещен бог перун в виде охристианин ангела седьмая высотка украина располагается на противоположном правом берегу молочной реки москва такое расположение седьмого генератора демонстрирует что новый мир находится за рекой как и описывает главный миф именно с этого генератора начинается тот мир который мы знаем как наш мир как материальный мир как материальный наш мир в котором мы и живем в этой паре высоток ленинградской русалки роси и украина перуна интересно то что первая высотка закладывалась в старом мире и возводилась еще во времена до материализации вторую высотку высотку перуна начали возводить как раз в тот год когда началась материализация нашего мира и завершилось строительство в 1957 году этот генератор был создан уже в материальное время и он транслирует саму нашу материализацию первые шесть высоток материализовали в 1953 году сам мир а седьмая высотка высотка перуна материализовала человечество эти боги были реальными правителями россии примерно 600 лет тому назад если считать тех кто проектировал сталинские высотки реальными людьми то они и знать не знали об этих богах но прошито это в бессознательном у всех даже у атеистов и дарвинистов на месте храма христа спасителя стоял монумент посвященной остине этот персонаж асдаха из рода еди его именем назван город астана сталинки в москве как пирамиды в египте являлись материализаторами цифрового пространства материализаторы воздвигнутые на семи холмах москвы распечатали цифрового пространство и в начале двухтысячных годов георгий георгиевич рогозин рассказывала мне что по официальной версии кгб русские люди пришли на землю по лучу тогда я ему не особо поверил но теперь получается что луч это очередное начало координат и трансформации и русские люди пришли по лучам через сталинки которые и были построены к 1953 году это материализацию в стиле СССР символизировали красные звезды на указанных высотках восьмая высотка административное здание в заряде она стала олицетворением материального государства россия это здание символизировало саму страну советов то есть страну сатаны богини весны поэтому в 1940 году к проекту привлекли архитекторов братьев весниных советский период стал фундаментом нашего мира материализованного в виде государства россия отсюда возникла легенда что первоначально в здании якобы собирались разместить совет народных комиссаров и мол от него остался только фундамент стиловат здания был заложен к весне 1953 года это дата первое марта 1953 года является датой материализации нашего мира первым государством материального мира стала именно россия на построенном в 1953 году стилобате возвели гостиницу россия она стала символом государства россия полеты в космос для страны советов стали символом ее реального существования и могущества 7 февраля 1977 года с космодрома байконур был осуществлен запуск советского пилотируемого космического корабля союз 24 номер корабля олицетворял 24 год существования материального мира с 1953 плюс 24 года получался как раз 1977 год но экипаж этого корабля был уже не советским горботковые и глазков ю н фамилия персонажа с корнем горб олицетворяет изменение направления развития появление новой горы или пирамиды генерирующий новую действительность игры фамилия глазов олицетворяет тот самый глаз всевидящее око располагающиеся на вершине такой горы и горящие там может показаться что это фантастика но уже на следующий день после запуска советского космического корабля 8 января 1977 года в атаку на русь пошли орды адамитов из команды армянского ковчега в москве прогремело три взрыва осуществленных армянскими националистами приземление корабля союз 24 было запланировано на 25 февраля 1977 года и в этот же самый день 25 февраля 1977 года в здании россия произошел крупный пожар гостиница сильно пострадала ее не стали восстанавливать причиной возгорания назвали невыключенный паяльник который умудрился поджечь одновременно и 5 и 11 и 12 этажи здания 17 августа 1977 года в тот же самый год атомоход арктика первым из надводных кораблей достиг северного полюса земли это был старт новой эпохи в которой вместо одной центральной белой горы по имени ра россия возникли две белых горы арктика и антарктика 7 октября того же 1977 года была принята новая конституция конституция нового советского союза и 9 октября 1977 года состоялся очередной старт космического корабля но уже с номером 25 союз 25 экипажем в нем стали два персонажа с фамилиями коваленок вв и рюмин вв это эпитет перу открывателя кователя куевы кия новой земли арктики скованной льдами рюмин это прямое указание на то что эта земля новая земля станет новым римом рюмом румом римом предназначение космических полетов в том и состоит что бы с самого верха заявить о каких-либо перестройках на земле белая гора это обитель сварога бога альтернативой ей является синяя гора Синай она обитель змея господа энки на Синай горе стоит город роботов Сион на Синай горе предводитель роботов Моисей получал указания 40-летний поход из Египта место их производства был инициирован господом как покупка роботов он говорил я господь ваш бог который вывел вас из земли египетской чтобы вы не были там рабами ударение на слове там поставлена специально господь сделал роботов своими рабами запугивая и стращая их господь просто купил себе в Египте роботов и перенаправлял их на место постоянного базирования где они будут работать на господа то что это были боевые роботы закупленные для захвата обжитых земель явно следует из других книг библии господь их вел на ту землю которую они должны были для него завоевать следующий поворот нашей страны в другую сторону осуществил другой горб горбачев м.с. и через 40 лет с 1953 включительно по 1992 включительно орды ведомых моисеем роботов добрались до Руси в самый последний день года 21 сентября 1993 года роботы в СССР начали военный государственный переворот кровавую бойню устроил мертвец Ельцин его имя буквально обозначает мертвый или мертвец точно так же как имена Елисей Елизавета Елисейские поля мертвецов и роботы разогнали Верховный совет расстреляли советскую власть устроили черный октябрь и захватили Россию 5 сентября 1994 года мэр столицы Юрий Лужков попытался восстановить гостиницу Россия надеясь разместить на этом месте государственные органы Совет Федерации и Государственную Думу но в ответ премьер-министр приказал мэру Москвы Сергею Собянину на месте России разбить парк развлечений символ уничтожения государственности в России 9 сентября 2017 года открыл эту песочницу и все было бы так грустно если бы мы не знали что над всеми этими стоят русские боги которые играют в свою странную игру но которые никогда нас не оставят в беде глиняные куклы будут побеждены и отправлены в свои египетские песчаные могилы где они будут стоять до следующего прихода темных сил и на все и в и в все и в